Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас снова видео на Amazon Holy Play. Итак, пацаны, сегодня будет такая интересная серия. Да, я знаю, возможно, кому-то надоели серии, типа, купил, продал там и так далее, но сегодня будет реально интересное видео. Потому что я купил очень крутые номера, реально топовые, которые я давно искал, и сегодня я вам покажу, что это за номера, и что я с ними буду делать. Поэтому, пацаны, не делитесь, поставьте лайк, набираем 200 лайков, выходит новая серия. Да, к сожалению, вы набрали 200 лайков на предыдущем видео, предыдущее видео было про казино, как я играл на 3 миллиона, но, к сожалению, вы там не набрали много лайков. Возможно, из-за того, что я в казино проиграл все деньги, возможно, из-за того, что вам уже надоело казино, ну, короче, я не знаю из-за чего. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Желаю вам всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, давайте перед тем, как я вам покажу машин номера, я вам скажу небольшую предысторию. Как вообще это произошло, то, что я купил эти номера и эту машину. Получается, я просто зашел утром, катал рейсы, и мне говорят пацаны в Дискорде, что вот стоит машина с номером АМР-38. Я такой, типа, чё? Потому что я искал эти номера очень давно, и эту машину вообще не было видно на проект. Даже не видел машину, эти номера вообще не было видно на проект, то есть на серваке. И так получилось, что этот пацанчик стоял и продавал эту машину. Почему вообще не было видно этих номеров, пацаны? Я потом чуть позже узнал. Оказывается, что эти номера были у спецадминистратора никого Кирилл Литвин. Всё время эти номера были у него, и, конечно же, я эту машину не мог никак видеть на проекте, то есть на серваке. Так получилось, что данный игрок, который продавал эту машину, сделал очень классно глобальное РП. И за это ему Кирилл Литвин подарил машину, и подарил ему ещё сверху 5 миллионов. И сказал, делай с машиной что хочешь. И, конечно же, на следующий день он зашёл в игру и начал продавать эту машину. Но я как любитель восьмёрок, и как любитель вообще АМР, и эти номера давно хотел, конечно же, я захотел их купить. Я приехал на наш шанс, спросил, типа, цена, он сказал 30 миллионов. Но на данный момент у меня не было ни денег, ничего просто не было, чтобы купить эту машину. Я ему предложил обмен, типа, АМР тройки, обмен на АМР восьмёрки. Но, к сожалению, он отказался. Я думаю, ладно. Я, короче, поехал, получается, катать рейсы, но мысль купить эти номера меня не покидала. Поэтому я принял решение продать АМР тройки и взять долг 10 миллионов. Так получилось, что я кинул объяву, мне написал человек, и захотел купить АМР тройки. Мы поехали в нотариус, я ему продал эти номера, и потом мне очень сильно помог Хэри Хилл. То есть, Никита, большое тебе спасибо, если ты смотришь. Он мне доложил 10 миллионов. Реально, он очень выручил меня. Он мне скинул 10 миллионов. Также большое спасибо Антон Вилла. Он мне ещё добавил 500 тысяч. Всё это дальше вы увидите, как это всё происходило. Ну, а чуть позже я вам покажу уже машину. Ну что ж, вот та самая машина. На которой ставили номера АМР восьмёрки. Я не знаю почему, не знаю зачем. Именно стоят они на этой машине. Возможно, спецаминнистратору просто нравится Субару, и он решил поставить на неё номера. Но тот прикол, что вот этой машиной у неё старая ГОСКа. Я не знаю как, но у неё ГОСКа 500 тысяч. А в автосалоне такая машина стоит лям 500. Я не знаю, почему так, как бы, но факт есть факт. Видите, у него ГОСКа здесь 500 тысяч, целостность 100. И у неё стоит чип, больше на ней ничего нету. Ну и, конечно же, номера АМР восьмёрки. Честно, мне эта машина внешне начала нравиться. Раньше я к ней относился очень плохо. Прям фу, некрасивая машина, не хочу на ней ездить. Покатался я на ней вообще совсем немножко, потому что я всё время работал. За три дня, чтобы вы понимали, я заработал 10 миллионов и отдал долг. За три дня на дальнобойщиках. Это было реально сложно, но я работал, работал, работал. Сейчас у меня, кстати, 87 скилл дальнобойщика. А цель моя апнуть 90 скилл. Давайте на ней прокатимся. Она едет с чипом, пацаны, 100, 20, по-моему, один километр. Я точно не знаю, но у неё очень даже неплохой вид от первого лица. Я эту машину, если что, буду продавать за 1 миллион на Анашане. Только я с неё сниму номера. Как бы, донат у меня есть, чтобы снять номера. Вот, 100 рублей я уже закинул. Пацаны, вообще, почему я купил эту машину? Типа, 30 миллионов, это дорого. Я не спорю, да, это очень дорого. За АМР восьмёрки, это дорого. Но для меня это недорого. Почему? Потому что я коллекционирую такие номера, восьмёрки именно. Вот, посмотрите, даже мой автопарк. Вот, смотрите, топ восьмёрки, 3К восьмёрки, 3О887. Ну, это не восьмёрки, но ладно. Вот, Мэр восьмёрки, теперь ещё АМР восьмёрки. Я просто люблю очень восьмёрки, и поэтому грех был не купить для меня эти номера. Тем более, я их очень давно хотел и очень давно искал. И, наконец-то, я их увидел, что их продают. Это реально было очень круто, и всё-таки я смог их купить. Что вообще дальше я буду делать с этой машиной? Конечно же, я сниму номера и продам эту машину. Куда я хочу поставить эти номера? Эти номера я хочу поставить на BMW M5 E60. И покрасить эти номера в красный цвет. Мне кажется, это очень будет круто смотреться. Почему именно BMW M5 E60? Потому что BMW M5 E60 это моя самая любимая машина, что в игре и что и в жизни. Поэтому я бы хотел очень именно номера поставить на неё. Потому что, мне кажется, они будут там очень хорошо смотреться. Ну, только теперь мне осталось накопить на BMW M5 E60. Это как минимум нужно 5 миллионов. Но ничего, я думаю, за пару дней накоплю. И уже через пару дней вы можете видеть меня на BMW M5 E60 с номерами MR3 восьмёрки. Кстати, давайте я при вас сниму эти номера. Потому что, ну, как бы, я планирую эту машину продавать. И поэтому давайте я сниму сейчас номера прям при вас. Снять номера с авто. Всё, мы нажимаем снять, нажимаем да и всё. Мы сняли номера, получается. Они теперь у нас будут в инвентаре. Пишем INV и здесь, получается, у нас будут номера. Так, вот номера и знаки. MR3 восьмёрочки. Всё, номера я, в принципе, снял. Теперь можно со спокойной душой копить бабочки и покупать BMW M5 E60 и ставить на неё номера. Всё, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, 200 лайков и выходит новая серия. Всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok